Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я напомню, что сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на два своих источника и также агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщили о том, что Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента Российской Федерации по устойчивому развитию и покинул страну. Но брат его не подтверждает информацию и не опровергает, самое интересное, он говорит, я не знаю, где он находится. Значит, ну, собственно говоря, телеграм-каналы абсолютно все пестрят этой новостью, потому что мы с вами говорили о блогерах, об артистах шоу-бизнеса и так далее, но политики, тем более политики такого уровня, чтобы покидали страну, но это, конечно, уже, что называется, новый уровень. Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что действительно Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента, а дальше уезжать или не уезжать, это его личное дело, ну, исходя из того, что он гражданин России и сам принимает для себя некие решения. Коммерсант публикует тем временем, самая последняя информация, фотографию Анатолия Чубайса, который, значит, по предварительным данным СМИ пишут, что он выехал в Турцию, очевидно, с ним его супруга в доте Смирнова, и, значит, публикует фотографию Чубайса у банкомата. Некоторые телеграм-каналы пишут, значит, Чубайс снимает в Стамбульском банкомате гроши, свои гроши. Значит, друзья, ну, что я хочу сказать, похож, очень похож, коммерсант, со ссылкой на коммерсанта, еще раз говорю, это публикую я. Ну, вы знаете, это еще раз лишний повод порассуждать, задуматься над тем, все-таки, что, наверное, понятно, что это гражданин России, понятно, что ему решать, что делать, но все-таки это политик, не один год осваивающий бюджет, и с моей точки зрения, политики, которые работают для народа и делают что-то в стране на народные деньги, они вообще не должны загранпаспорта иметь. Это мое субъективно ценочное мнение. Я имею в виду, что проживая в стране, проживая в России, на родине, у них будет мотивация делать лучше, чтобы самим жить лучше. Потому что, да, гражданин России, да, имеет право, да, все, но согласитесь, что если на протяжении нескольких десятилетий человек занимал управляющие должности, и теперь вот он совершенно свободно может, если это все действительно подтверждается, а слишком уж много, да, подтверждающих вещей, вот так вот выехать, ну, а что должны думать граждане страны? Я считаю, что политики, как и артисты шоу-бизнеса, ну, артисты шоу-бизнеса там немножко другой, но политики должны быть, даже если вот он уволился, но у него, это же не просто человек, который поработал какое-то время и все, у него совершенно богатая биография, вы знаете, его обвиняли в связях там с Западом, с Америкой, в Ельцинскую эпоху, ну, очень много всего, очень много всего. И представить себе, что Чубайс, так сказать, совершенно спокойно выехал и уехал, это, ну, я, например, не могу вообще абсолютно. С моей точки зрения, эти люди, они не должны иметь возможности выезда из страны, просто абсолютно, по определению. По одной простой причине, потому что, когда человек длительное время имеет возможность, даже пусть возглавляя какую-то госкорпорацию, еще что-то, да, получать деньги из бюджета, то есть народные деньги, он должен отвечать перед народом за то, что он, собственно говоря, сделал, каких успехов достиг там и так далее. А в данном случае, просто вот выехать и все, это, мне это непонятно, я не понимаю этого. Поэтому, друзья, интересно ваше мнение, пожалуйста, пишите комментарии, но новость, конечно, бомбическая абсолютно, потому что, еще раз повторюсь, политики такого уровня еще не выезжали из страны, и это, конечно, сейчас будет обсуждаться абсолютно везде. Абсолютно везде. Мне кажется, еще раз повторюсь, что политический деятель, когда он идет на государственную службу, мне кажется, это должно касаться и правоохранительной системы, в том числе, должен понимать, что у него есть особая ответственность перед страной, в том числе закрепленная и в невозможности выезда за рубеж. Вот сегодня, я считаю, абсолютно правильно, депутаты Единой России было принято решение, они могут выехать за границу без специального разрешения главы партии Васильева. Они должны сообщить цель, куда они едут, значит, на сколько дней там и так далее. Я считаю абсолютно правильно. Это не возвращение в советскую эпоху, абсолютно нет. Но это особое ощущение ответственности перед страной, перед гражданами, тем более такой сложный период. Но это же дискредитация в определенной степени, согласитесь, когда чиновник такого уровня, например, увольняется и покидает страну, да, это просто человек, он уволился, все, но у него богатая биография. И согласитесь, что это в определенной степени, вот у нас принят закон о дискредитации вооруженных сил, совершенно правильно принят. Слишком многие стали говорить всякую ерунду, но сейчас, слава богу, как-то все стало на свои места и больше в Европе стали звучать уже призывы не поставлять Украине оружие там из-за того, что они там разглядели, наконец, националистов. Но отъезд политик такого уровня, если это действительно правда, да, и мы верим СМИ, это разве не дискредитация, например, страны в целом? Тут просто мои рассуждения, я ничего не утверждаю. Это разве не лишний повод, например, недружественным странам использовать, как вот в эфире Первого канала вышло с плакатом, да, на английском. И еще раз повторюсь, потом Екатерина Андреев даже подтвердила и сказала, что, да, очевидно, это было написано на английском языке для англоязычной аудитории, а не для бабушки из Нью-Васюков. То есть для тех газет и журналов, которые на следующий день в Европе все это выпустили. И Первый канал уже провел расследование, и выяснилось, что она имела сношение Овсянникова с британским посольством и так далее. Это было использовано для того, чтобы дискредитировать нашу страну. А отъезд политик такого уровня, так скажем, да, не дискредитация нашей страны. Вот это просто мои рассуждения. Да, хорошо, может быть он уволился, он имеет возможность уезжать, не уезжать, ему сам решать, что делать, оставаться, не оставаться. Но мое мнение, что люди с такой богатой политической биографией, они не должны иметь права выезда. И вообще человек, поступающий на службу в правоохранительную систему, в систему госслужбы, они, конечно, могут ехать за рубеж в командировку там и так далее, но в целом они должны понимать, что вот такого вот возможности просто отъезда не может быть, потому что если ты 20-30 лет проработал в политике, ты уезжаешь. Но можете представить, что сейчас могут написать недружественные страны, как использовать этот повод? Ну, еще раз говорю, когда говорят, что в России нет свободы, мне кажется, ее... Вы знаете, я никогда не думал, что со мной произойдут такие метаморфозы. Все-таки вот ты снимаешь видео, разные события происходят. В последнее время, когда я вижу, что происходит, мне кажется, что ее слишком много. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Напомню, что YouTube отключил рекламу в России. И канал Будда Гришна существует исключительно благодаря вашей поддержке. Я выражаю огромную признательность всем, кто поддерживает канал. Значит, и если вам нравятся ролики, если хотите, чтобы они выходили дальше, вы также можете оказать поддержку. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Там же ссылка на телеграм-канал Будда Гришна в новости и группа ВКонтакте. Друзья, успехов вам, будьте здоровы. Всем пока, до встречи.